Всем привет дорогие друзья! Решил приготовить бургер прям с нуля. Булочка, котлета, все сам. Смотрим. Для начала мы маринуем красный лук. Он будет мариноваться целую ночь. Нарезаем, убираем сердцевину и выкладываем в банку. Маринет это красный винный уксус 100 мл и сахарного сиропа 150. Все это заливаем в банку, закрываем крышкой и убираем в холодильник на ночь, либо на один день. С булочками для бургеров все очень просто. Вы если не хотите заниматься тестом, идете в магазин и покупаете булочки готовые. Я же их приготовлю сам. 370 грамм муки я просто просею и добавлю туда соли, чайную ложку и чайную ложку сахара. Сухие дрожжи 7 грамм и все это хорошенечко перемешаю венчиком. Ну и добавим 200 мл теплой воды. Важно, вода не должна быть горячей. Ну и замесим все обычной лопаткой, а потом будем вымешивать рукой. Я месил где-то минут 15-20, потому что чем дольше ты месишь, тем оно меньше прилипает к рукам и становится более мягким и эластичным. После интенсивного замеса у нас что-то получится по типу такого. Это должно подняться. Мы это накрываем пленкой, делаем вот такие надколы и просто в теплое место на 2 часа. Я вам не говорю, что вы должны прям делать тесто, можете просто купить какие-нибудь мягкие хорошие булочки в метро, либо где-нибудь в Мираторге. Я просто решил сделать свои булочки. Ну и оно поднялось. Выкладываем на специальную поверхность и раскатываем. Раскатывать нужно не слишком тонко и не слишком толсто, где-то посередине. Ориентируйтесь на то видео, которое вы видите. Потому что мы не будем формировать булочки, мы будем вырезать из теста. Одна чаша блендера это одна булочка. Можно делать поменьше, но смысла в этом нет. Не люблю маленькие булочки, это какое-то недоразумение. После того, как вы выложите их на противень, точнее я выложу их на противень, я не думаю, кто-то их будет готовить. Нам надо, чтобы они поднялись. Накроем их полотенчиком чистым. Я вот накрыл вот таким вафельным полотенчиком, минут 30 они поднялись. Теперь нам надо смазать верхушки и убрать их в духовку. У меня 2 желтка и немного сливок. Смазываем хорошенечко желтком и можно в этот момент посыпать кунжутом, если он вам нужен. Выпекать при 190 градусов минут 20-25. Готовые булочки смазываем сливочным маслом. Вот так на булочке выглядит кунжут. Для стейка я взял 500 грамм стриплойна, он у меня просто был в морозилке, поэтому я использовал его, но лучше взять мясо пожирнее. Прокручиваю через мясорубку один раз, через крупную, чтобы это было похоже на рубленый фарш. Жирка здесь практически нет, но ничего страшного. Меньше проведет на сковородке и будет немножко сыроват, как и должно быть. Черный перец, соль и немножко острого соуса. Хорошенечко все замесим и начнем приготовление к нашему бургеру. Обжариваем наш бекон до румяности. Переворачиваем и делаем то же самое с другой стороны. Обжариваем по полминуте с каждой стороны нашу котлету. Сразу выкладываем сыр и накрываем крышкой минута всего лишь. Соус на бургер очень простой. Это майонез, чайная ложка сметаны и перечный соус. Все это хорошенечко перемешиваем. Пробуем, если вам нравится, убираем в сторону. Сейчас мы будем нарубать салат Роману и нарубать немного огурчика свежего. Чтоб ничего не развалилось, нам нужно смешать Роману и огурец. После чего можно будет все это выложить на нашу булочку и все будет хорошо держаться. Булочки предварительно румяним с двух сторон и смазываем нашим прекрасным вкусным соусом. Сверху выкладываем добротно наш салат. Чем больше, тем лучше, тем будет сочнее. И выкладываем нашу котлетку. Сверху рубленый бекончик и все это накрываем нашим лучком маринованным. Булочка мягчайшая, вот поэтому я не использовал кунжут. Она должна быть подрумянина с двух сторон. Но она вообще-то мягчайшая. Ну и смазываем ее нашим соусом. Соуса не жалеем, соус должен пропитать прям все. После чего накрываем наш бургер булочкой сверху. Он прям божественен. По разрезу мне все очень нравится. Не знаю как вам, но я заточил и был доволен. Зацените, это реально годно и очень-очень вкусно. Советую повторить. Для булочки реально можно просто купить в магазине. Главное, чтобы они были широкие. По котлетам лучше взять мясо пожирнее. Либо уж и готовые котлеты для бургеров. Либо взять мясо пожирнее и прокрутить, как я вам показал. Котлеты по 150 грамм. Пробуйте, это достаточно вкусно.